Обычный день, ничего не предвещало беды, и в итоге мы увидели утро, что наши змеи решили просто навсего полинять. Вот это ихняя шкуренка в виде чулка. Ну как, чулки обычные целые, а это просто на что-то похоже, а непонятно на что. Ну прежде всего эта шкурка на вашей защищенной фантазии может подумать что-нибудь другое, но не думайте об этом. Говорят, её можно продать на чёрном рынке, но на самом деле я не знаю. Вряд ли она кому-то нужна, особенно такая порватая. Лучше, я думаю, просто навсего положить её на месте. Извините, пожалуйста, что сзади такой у нас сделан колхоз из проводов, но, увы, пока без террариумов никак. Делаем так. Вот это наш, собственно говоря, бублик. Похудевший. Чуть-чуть. Ну нет, не похудевший, растолстевший, да. Наш любимый змей. Точнее, не все наши любимые змеи, но... Запомните, если змей линяет, они всегда растут. Вот. Дальше сейчас будем обговаривать, какие моменты про линьку. Всё, что я вам рассказываю, это просто навсего подчёркнуто из личного жизненного опыта. Ничего такого сверхъестественного. Вот перед нами змея со своей шкурой. Как-то звучит двусмысленно. Ну ладно. У нас здесь имеется пряня, битон, и вот её шкурка. Вот она полиняла именно так. Но на момент нужно всегда смотреть. Всегда. То есть, может быть, там чуть-чуть шкурки осталось на глазах, на голове, на хвосте. Особенно смотрите все вот эти места. То есть, увидели то, что она полиняла. Хорошо, осмотрите. Если она не до конца полиняла, то можете ей помочь. Методом такого поливизатора. И можно ватку взять. То есть, видите, обычно такая шкуренция, небольших размеров. Достаточно приятная на ощупь. Но некоторые могут хоть подумать, что это просто бэ-мерзость. Но на самом деле это никакая не мерзость абсолютно. Я, кстати, откровенно говоря, хотел её пожевать, но не стал. Но хотел её надуть. Ну ладно. Вот так-то наши полиняли наши змеи. Толстенькие, упитанные. Ещё я как читал где-то, что они после линьки могут ещё как подхудеть. Но это в основном не после кормления, естественно. Ну, после того, когда в туалет сходят, они и полиняют. Точнее, похудеют. Запутался. Ну вот и после каждой линьки, они, естественно, у них такой вот классный, красивый очень именно окрас. То есть, видите, какой рисунок. Они прям блестят. Вот как бы под вспышкой снимаем, под фонарём прям такие вот. И видите, то есть им прям хорошо. То есть, всегда им помогайте. Чтобы они хорошо полиняли. Внимательно, ещё раз внимательно просто на всё смотрите. То есть, посмотреть вот на данную шкурку и на данный комочек, вот этот вот камушек симпатичный, можно сделать следующий вывод. На спряне она не особо прям, не особо прям ахти, не айс прям таки линяет. Поэтому всегда ей помогаем. Да. Чуть-чуть тыкнули пальчиком, она чуть застеснялась. Ну, это ладно. Это ничего страшного. Самое главное, запомните, можно взять небольшую ватку, чуть-чуть намочить водой, либо спонжик, и те места, чтобы ватка была мокрая, и на змейку наносим вот мягкий спонжик мокрый, и всё будет хорошо у вас. И аккуратненько она сама полиняет. Либо можете помочь, мы используем небольшой такой пинцет. То есть, змейки хорошо, конечно, будет ёжиться, выпрыгивать, но что уж делать, лучше помочь животному сейчас, чем потом она будет мучиться. Ну, мучиться она особо не будет, они вот в диких условиях как-то выживают. Поэтому вот такие-то вот пироги. Что ещё можно подчеркнуть? И, кстати, вот наша ещё одна королева, в которой мутные глаза. Это наш императорский удав. Вроде как констриктор. Ну да, это констриктор под вид, по-моему, если не ошибаюсь, от обычного констриктора. Могу запутаться. Если обратить внимание, то у неё мутные глаза. То есть, она лезет в свой тазик прекрасный, и ей там нужно попарахтаться, попить, и одновременно принять в ванны, выпить чашечку кофе и какао с чаем. Ну и, собственно говоря, то есть, она сворачивается калачиком и пьёт оттуда и купается. А, кстати, раньше там купался бублик, бетон. То есть, сравните по габаритам. Вот, то есть, она моется. Приятно такая вот дама купается. И, собственно, мы ей не мешали. Ну, просто мы её вытащили, чтобы показать наглядно. Она сама залезает, сама вылезает оттуда. Ну, был такой момент, когда она миску, видимо, чуть-чуть, ну, не опрокинула, а, видимо, вылезла мокрая, и все салфетки сузились. Вот их на салфетках держим. Вот, видите, то есть, сам покрас, соответственно, то есть, это на всё готовится к линьке. Но линька у них, по-моему, у дау проходит чуть-чуть медленнее. Но об этом я подробнее попозже расскажу. Надо всё поузнать, подробнее информацию. Если вот посмотреть, это вот чулок от удава. То есть, если сравнить чулки от питонов и от удавов, я так понимаю, что они разные. Ну, в смысле, они разные, на самом деле, да. А чем мне нравится удава, у них более окрас в такой виде. Но я не знаю, то ли это зависит от возраста, либо зависит от самой породы змеи. Можете написать в комментариях, я, в принципе, послушаю. Убрал волос, который ни к силу ни к городу, либо с бороды, либо с другого места упал. Ладно. Тут можно, если приглядеться, она не до конца поленяла. Это не целый чулок. У неё не дослез хвост. И сейчас я вам покажу, как можно сделать небольшой лайфхак со змеёй. Ну, в принципе, это всё уже известно. Некоторые так уже и так делают. И много есть вопросов. Но как это делаю я? Хотя это, по сути, не отличается от того, как делают другие. Но мой вам совет. Поступайте следующим образом. Если у вас змея не до конца поленяла. Берёте её в ванну, берёте её тазик, собственно говоря, и вот так вот её окунули. И у неё там хвостик барахтается, который не полинял. И дальше аккуратно можете снять. Сняли аккуратненько. И всё. Змейка ваша будет счастлива. Счастлива. Так что примерно такая краткая информация про наших змей и про их линьку. Так что спасибо всем, что смотрели данное видео. Надеюсь, вам понравился наш этот материал. Всем спасибо. Всем удачи. И пока.